Писатель Сергей Беляков родился и вырос в Екатеринбурге. Учился на историческом факультете Уральского государственного университета. Публиковался в уральских и столичных журналах. Сегодня он кандидат исторических наук, обладатель литературных премий, автор научных статей и биографий. Очень сложная задача стоит, потому что я не думал, что будет такая удивительная публика. Очень интересная, но очень разная. В формате литературной гостиной школьникам предлагают пообщаться с авторами и задать вопросы на самые разные темы. Анастасия учится в 10 классе, а встречи с одним из любимых авторов она мечтала несколько лет. У мамы на книжной полке стояла книга нашего сегодняшнего гостя. И так получилось, что именно в этот период, в начало подросткового периода моего, я познакомилась с творчеством Льва Гумилева, с его жизнью. Автор подарил девушке книгу с автографом. Сергей Беляков был удивлен, что детям столь юного возраста нравится серьезная литература и был заинтересован диалогом со школьниками в таком формате. В основном это у нас, конечно, поэты, писатели. Но сегодня вот встреча с ученым человеком, который написал интересные книги об истории, так скажем, наших известных людей России, о их творчестве, об истории самой России, о взаимоотношении с другими странами. Литературная гостиная существует в 18-й гимназии 15 лет. Школьники общаются с известными писателями, поэтами и журналистами с разных уголков страны. Это уже 77-я встреча в таком формате. Из самых, так скажем, я так думаю, важных гостей в воспитательном плане, это, конечно же, Майя Никулина, это Юрий Викторович Казарин, это Аркадий Застыриц, которого, к сожалению, уже нет с нами. Ну и, конечно же, наши тагильские авторы, многочисленные. Преимущественно дети задавали вопросы по поводу биографии Львая Николая Гумилёвых, Анны Ахматовой, а также биографии и творчества самого автора. Сергей Беляков отметил уровень начитанности гостей встречи и пообещал почаще приезжать в наш город. Мероприятие прошло замечательно. Я счастлив был увидеть много прекрасных людей. Собственно, все были прекрасными, прекрасные дети, прекрасные взрослые. И мне было очень приятно видеть тагильчан. Я только третий раз в вашем городе, а такая встреча в Тагиле у меня вообще первая, поэтому она, я думаю, мне запомнится навсегда. Николай Палкин, Игорь Харьков, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова